Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, мы получили интересный вопрос. Звучит он так. Я православный, но постоянно слушаю ваши проповеди в выпуске «Библия говорит». В выпуске 1061 вы сказали, что мужчина должен понимать, что жена – это немощный сосуд. Когда я сыну подсказываю, что он не прав в отношениях со своей девушкой, грубит, пренебрегает, он мне так небрежно отвечает, «Мам, я типа все понимаю, женщина – это же немощнейший сосуд». Действительно ли жена – немощный сосуд? Другими словами – вещь. Или же Петр говорит, что с ней нужно обращаться как с немощным сосудом? То есть бережно. Алексей Алексеевич, я вас очень уважаю и люблю. У вас большой авторитет и каждое ваше слово как снаряд. Я вас очень прошу разъяснить сказанное подробнее, ибо ваше слово против моего сами понимаете. Мне мой сын просто скажет, что я Библию неправильно понимаю. Понимаю. С уважением и любовью, сестра Веринея. Очень хороший вопрос. Я думаю, что этому молодому человеку нужно более внимательно прочитать это место Священного Писания, в котором упоминается фраза апостола Петра «немощный сосуд». Давайте прочитаем его вместе, и мы посмотрим, как вот этот стих, он сам за себя говорит. Он объясняет эту картину очень подробно. Значит, здесь сказано следующее. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах». Это, кстати, первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. Я очень коротко коснусь нескольких элементов здесь, в этом стихе. На мой взгляд, это очень важный текст, который пренебрегается многими мужьями. И если бы они серьезно отнеслись бы к тому, что здесь говорится, огромное количество проблем во взаимоотношениях в семьях исчезли бы. Начинается этот стих с очень короткого слова или фразы «так же и вы». Это слово, эта фраза, она связывает то, что апостол говорит здесь мужьям, с тем, что было до того. А до того, в конце 2 главы, апостол Петр подробно говорит об отношении Иисуса Христа к тем людям, которые его не принимали. И конкретно он говорит следующее. «Будучи злословим» – это 23 стих 2 главы – «он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». То есть апостол Петр говорит здесь о том, что когда Иисус Христос жил на земле и соприкасался с откровенным выражением зла против него, вместо того, чтобы реагировать со злом в ответ, Иисус отдавал эту месть, воздаяние справедливости своему Отцу, продолжая с искренней любовью заботиться об этих людях, чтобы их спасти, восстановить, исправить. И вот после этого апостол Петр говорит «так же и вы мужья». Сначала он говорит «так же и вы жены» и объясняет женам, что им делать в этом же ключе. Дальше говорит «так же, вот точно так же, как Христос». «Так же и вы мужья». То есть самая первая цель ставится здесь очень конкретно. И эта цель заключается в том, что муж имеет своей главной задачей помочь жене вырасти в уподоблении Христу. И вот в связи с этим приводится несколько конкретных условий. Первое условие, мы здесь прочитали, написано «обращайтесь благоразумно с женами». Эта фраза точнее должна быть переведена как «относитесь к ним с пониманием». То есть самая первая задача мужа заключается в том, чтобы понять характер жены, понять ее личность, понять, кто она. Для того, чтобы ей помочь расти, для этого нужно понимать ее, для этого нужно хорошо чувствовать ее внутренний мир. Это первая задача, это первая ошибка, которую многие допускают. Кстати, для того, чтобы понимать, здесь сразу ясно говорится о том, что эта личность, сложная личность, конечно же, не вещь, далеко не вещь. Дальше, когда он говорит «как с немощнейшим сосудом», он приводит очень конкретную деталь в этом сравнении, то есть как с хрупкой вазой, это значит, вот это образное выражение, как с немощным сосудом, нужно перевести как «очень осторожно». Почему осторожно? Понятно, потому что психика женщины, ее эмоциональность, ее устройство с Богом задуманы так, что она более чувствительна. Мужчины более грубые, склонны к тому, чтобы быть более грубыми, поэтому здесь специально предупреждает Бог, нужно быть осторожными, нужно быть понимая, первое, понимать, нужно, второе, нужно быть чувствительным, очень осторожным, как с хрупким каким-то предметом. Третье условие, о котором он говорит здесь, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни, то есть он говорит о том, что муж должен относиться к жене с почтением не за ее заслуги, а только за то, что Христос умер за ее душу, точно так же, как он умер за твою душу. То есть здесь ясно апостол поднимает ее ценность на тот же самый уровень, который есть у мужа, как сонаследницам благодатной жизни, то есть сонаследницей спасения. И потом четвертое, о чем он говорит, чтобы не было вам препятствия в молитвах, то есть вот тогда, когда первые три условия будут, когда будет жизнь с пониманием, цель будет понимать, когда будет осторожность, чуткость в отношении, когда будет почтение, вот тогда написано, чтобы человек мог свободно обратиться к Богу, муж, для того, чтобы Бог изменил ее сердце, продолжал изменять ее сердце. То есть, как вы видите, друзья, это совершенно далеко от того, чтобы видеть жену, понимать как предмет. Даже больше того, это не просто понимать как человека постороннего, это человек, который дан тебе Богом для того, чтобы ты помог ему, ей в данном случае, вырасти и стать похожей на Иисуса Христа. И тогда она достигнет больше полноты, полноценности своей жизни. И это, кстати, станет первым благословением для самого этого мужа. Пусть Господь поможет вам в этом. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.slова.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.